Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной абсурд по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня вторник, 28 июля. Хотел бы обратить внимание на валютную пару доллар-канадец и нефть марки Brent, где складывается весьма интересная и перспективная ситуация. Вероятно, нефть, которая все это время находилась в восходящем тренде, все же дошла до своего первого предела, за которым последует нисходящая коррекция. Первый предварительный сигнал уже получен. Соответственно, канадский доллар также, скорее всего, прервал свою полосу укрепления и пара готовится к коррекционному росту. Итак, канадский доллар достиг обозначенных целей, которые ожидались в прошлом обзоре. Пара достигла ожидаемого уровня на 1.3443, где нашла краткосрочную поддержку, от которой попыталась оттолкнуться. Правда, потенциала движения не хватило для ретеста сопротивления на 1.3506, остановившись на полпути к этому уровню, цена снова начала снижаться, достигнув уже следующую целевую отметку на 1.3377. Судя по динамике, этот уровень оказывает уже более серьезную поддержку паре. Попытка во второй раз пройти этот уровень не увенчалась успехом, и сейчас котировки, вероятно, возвращаются выше. Это наталкивает на мысль, что в скором времени возможен либо разворот, либо существенная восходящая коррекция. А вот на актуальном графике подтверждением этого сценария станет окончательное закрепление выше уровня 1.3377. Это позволит сформировать заходную формацию, которая нацелит пару на ближайшие уровни сопротивления с первой целевой отметкой в районе 1.3443, а преодоление этого уровня направит цену уже к уровню на 1.3506. В свою очередь, снижение в области разворотного уровня и закрепление ниже него отменяет данный сценарий и возвращает сценарий с продолжением нисходящего тренда в случае, если цена уйдет ниже отметки 1.3320. Ну и вот потенциал роста нефти Brent оказался не столь сильным, как ожидалось. Целевые уровни не достигнуты, поскольку развить очередное импульсное движение покупатели не смогли. Цена дважды протестировала уровень 44.29, который очевидно выступил серьезным сопротивлением. Отбившись от него, нефть уже направилась вниз в пределы ранее образованного бокового диапазона, где и торгуется на данный момент. Подобная динамика может свидетельствовать либо о паузе в развивающемся тренде, либо о скором коррекционном движении в обратную сторону. Скорее всего, мы получили первый предварительный сигнал на окончание восходящего тренда в текущем моменте и пришло время скорректироваться вниз. Ну и судя по актуальному графику, это не исключает вероятность повторной попытки атаковать сопротивление на 44.29. Если она окажется снова безуспешной и состоится отбой, то это окончательно сформирует заходную формацию на снижение и нацелит котировки уже в область ниже промежуточных уровней на 42.12 с потенциальным проходом до 41.21. В свою очередь пробой сопротивления и движение в район разворотного уровня на 45.09 с обновлением предыдущих максимумов даст сигнал на отмену данного сценария. И на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски, всем профит на неделе и до встречи в следующем выпуске.